Мы, дневник фаната, заявляем, что мы против фан-айди и мы поддерживаем полностью бойкот. Мы уходим со стадиона, отказываемся от всех своих привилегий, от аккредитации, от бесплатных походов на матч, от всего остального ради общего блага, ради общей идеи, ради общей цели. Неприятный обзор за всеми. Ты должен идеально вести для того, чтобы мы тебе разрешили делать то-то. Ну, например, ходить на сутбол. Ты должен быть идеальным, скажем так, человеком, а эту идеальность мы будем сами решать. Кто-то будет там решать эту твою идеальность. Не оставляем без поддержки «Спартак». Конечно. Потому что «Спартак» — это не только футбол. Безусловно, футбол у нас всех. Мы все здесь находимся, благодаря футбольному клубу «Спартак». Диалог у нас есть, но что конкретно клуб делает, не могу сказать. Мы надеемся быть услышанным именно за счет этой радикальной меры. Если мы будем принимать полумеры, как «давайте доходим до июня», то на нас плюнут просто и потихонечку все привыкнут к этому. Друзья, всем привет! Вы смотрите новый дневник «Фаната», и сегодня мы будем говорить про «Фанайди». На днях вышло заявление, под которым люди писали странные вопросы, люди не понимали некоторых моментов. И сегодня мы встретимся с лидерами фанатского движения «Спартака» для того, чтобы эти моменты прояснить. Поэтому не переключайтесь, будет интересно. Такой вопрос тоже люди пишут в комментариях по поводу того, что «Фанайди» вводится летом, ориентированно, как я понимаю. А бойкот начинается уже сейчас, причем первый матч, который под бойкот попадает, с нашей стороны, это принципиальное дерби. Насколько было тяжело вообще такое решение принять? И почему именно такое решение, что сейчас бойкот? Во-первых, закон принят. Все, закон принят. Вступает в силу он с июня. И вот это время отведенное «Хотите, походите». Это только вот эти вот крошки хлебные, которые дали нам подъесть немножко. Подачка, короче говоря. Ну, это такое, да. И я уверен, что с пристальным вниманием сейчас до вступления закона в силу это будет очень неприятный надзор. за всеми. И, понятное дело, все-таки угорим напоследок. Кто там из вас будет угорать? Чем вы там собрались угорать? Если потом, да и во время вашего угара, вы все полетите туда же, куда летал я и Амиго, и многие мои знакомые. Некоторые списки, по которым, соответственно, будут в дальнейшем решения приниматься. Да. Вы допускать кого-нибудь. Просто вот эти объедки, ну, это бессмысленно. И наоборот, закон уже вступил в силу. Надо действовать прямо сейчас. Что и было принято, я абсолютно солидарен со всем сказанным заявлением. И, конечно, тяжело. Тем более дерби. Тем более кони, скорее всего, дадут заднюю и будут до лета ждать. И это их право. Хорошо, что вообще примут какое-то решение не ходить. А то ведь могут уже еще и передумать. И захотеть ходить. Или там Динамо там со своим вторым местом, там, мне кажется, успокоиться не могут. Я очень рад, конечно, за них, что им такое везло. Но тут вопрос в том, что если мы не сделаем ничего сейчас, то потом будет только хуже. И сейчас мы можем доказать свое единение с другими движениями. И они... Но противоположная сторона может наоборот сейчас показать. Вот смотрите, вот мясо, мол, бунтует, а у нас вот все нормально. Все люди ходят на футбол. Панеде ведут, вот они и останутся. Не останутся. Я уверен. Нет, конечно, они сейчас начнут гивлить. Мы сейчас вот аннулируем вам все. Пиво дадим, еще что-нибудь вам дадим. Вы, главное, ходите. Нет, надо жестко и максимально мощно это делать, дабы донести нашу позицию бескомпромиссную. И да, вот такую суровую. Да, мы отказались от дерби. Это, конечно, тяжело. Но я надеюсь, тем самым мы будем услышаны. И, может быть, все-таки они подумают, прежде чем вводить это фан-айди. Потому что я не совсем понимаю, как они этот Кубок России будут контролировать. Фан-1 на каком-то там условном. Липецкий, например, если попадет. Как все это будет происходить. Но я очень рассчитываю, что мы будем услышаны. Алексей, объясни, пожалуйста, простым языком, почему фан-айди для фаната это плохо? Ну смотри, немножко издалека зайду. На данный момент мы видим, что происходит глобальное переустройство общества. И фанаты здесь не исключение. То есть фанаты на фанатах тестируют как бы определенную систему, которого хотят привить, скажем так, всему обществу в дальнейшем. То есть нас хотят приучить к новым правилам, скажем так, что на поход на стадион мы должны оформить специальное разрешение. И любой человек, который управляет правом выдачи этого разрешения, он имеет право тебе в любой момент отказать или разрешить по любым причинам, независимым от артозакона. Часть людей напишет, например, вот твои высказывания. Ну хорошо, какая проблема? Там 21 век, цифровизация и так далее. Какая проблема пойти сделать этот фан-айди, чтобы потом в дальнейшем ходить на футбол? Что может грозить человеку, который сделает фан-айди и нарушит потом какие-то правила стадиона и иные правила? Он может быть просто лишен права быть в походе на стадион без обоснования причин. Просто либо из-за системного сбоя какого-то, либо из-за ошибки человеческой. Но самый основной фактор это просто на основании чего-то мнения. Не на основании закона, а на основании чего-то мнения. Непонятно, чего конкретно, и по каким критериям это мнение формируется. Мы живем в правом государстве. У нас есть права человека, конституция, все там прописано. Почему мы принимаем закон, который хочет как-то обойти все эти нормы и лишает нас права условно на передвижение спортивных мероприятий. Вот смотри, есть люди, скажем, наверное, не стоит по секторам их разграничивать, но образно я скажу с центральных секторов, которые скажут, вот вы фанаты, вы там что-то решили, как это касается меня. Почему я должен поддержать ваш бойкот? Я человек с центра, который просто приходит, смотрит футбол. Возможно, фанаты это самый активный на данный момент интерес общества. Почему болельщики центральных трибун я считаю, должны поддержать этот протест, потому что сегодня это касается, условно говоря, в наибольшей степени, хотя я, наверное, неправильно даже выражаюсь, это всех касается, это их тоже касается. То есть им тоже придется проходить дополнительные препоны, они также могут попасть в системную ошибку, они также могут быть неугодными кому-то, по каким-либо причинам, неизвестным никому. Я вот даже сейчас, извини, перебиваю, банальную вещь так продумываю у себя в голове. Представим, что кто-то думает потенциально, что вот фанаты, они там, они что-то там кричат, прыгают и так далее. Я нормальный человек с центра, меня это не касается. Человек с центра спокойно выходит, например, закуривает где-то сигарету, ему говорят, все, там, нарушение, и завтра ему также не дают фан-айди. По какой-то совершенно маленькой, не фанатской далеко причине он может попасть в какие-то списки, просто человек этого не понимает. Человек думает, что сейчас вот этот закон направлен против фанатов, чтобы они там не бегали, не прыгали, не кричали лишнего и так далее. Но по факту человек попадает под эти же правила, которые нигде, никем не регламентированы. И он не знает, по какой причине он однажды сможет в этот бан попасть. Правильно я понимаю? Абсолютно. И я тебе больше скажу. То есть, не знаю, обсуждается это где-то или нет, но фан-айди будут оформлять и футболисты, и пресса, и все, кто доступен, будет в чаше в момент мероприятия, должны иметь фан-айди. Помимо каких-то вопросительных, может быть, даже порой гневных комментариев, нам также в личку писали очень много слов поддержки бойкота, во-первых, а во-вторых, нам скидывали видео и фотоматериалы, где люди с детьми приходят на фанатские сектора, где их дети кайфуют от атмосферы, которая на фанатском секторе происходит. Они поддерживают вместе со всеми команду, гонят ее вперед. И если мы говорим про фан-айди, то это точно не для безопасности, потому что безопасность на стадионе и так обеспечена. Поэтому посмотрите эти кадры и дальше вернемся к интервью. Слушай, по поводу других движений, был какой-то диалог глобальный или это какие-то местечковые больше ситуации? У меня никакого диалога точно не было. У парней не знаю. В основном мы все занимались только диалогом между своими конторами. И я очень рад, что мы пришли к единому мнению. Остальные вправе решать сами за себя. Мы не вправе, да, как бы говорить там, вот, динамики, ай-яй-яй там, что не поддерживайтесь, с данной секунды ничего не делайте. Это их право, и это их дело. Конечно, хотелось бы и в этом вопросе иметь единую, как бы, позицию, но у них у себя своя голова на плечах и я рассчитываю, что они все отлично понимают тот уровень ответственности, который ложится на них и на их движуху и на фанатское общество в целом в российском масштабе. Слушай, по поводу Лиги Европы тоже ходят разговоры в комментариях, опять-таки, а на комментарии в 21 веке надо реагировать, просто чтобы хотя бы людям объяснить. То есть мы тоже, мы сейчас не делим людей, на понимающих, не понимающих, знающих, не знающих, хороших или плохих, просто есть люди, которые действительно не понимают неких вопросов. Мы хотим их сегодня поднять и обсудить. И один из вопросов по поводу Лиги Европы не попадает под юрисдикцию фанайди, так скажем, почему решили бойкотировать домашку, но при этом ехать на выезде. На выезде не работает система фанайди? На выезде понятно, на домашке, как я понимаю, тоже кали. Или на домашке работает? Я так полагаю, у нас на всех стадионах она будет работать. Независимо от того, какой это турнир российский или европейский. Конечно. Ты в любом случае пойдешь, чтобы получать этот паспорт болельщика для того, чтобы посетить условный Спартак Андерлехт. Это как бы неизбежно. В Лиге конференции. Но это неизбежно. В Европе этого нет, и пока там этого нет, мы оставили с собой право посещать матч там, где этого нет. Помимо РПЛ есть информация о том, что в КХЛ будет вводиться по найди, да? Куда будут ходить фанаты, если на футбол и на хоккей нельзя будет ходить без фанаты. Ну что ж, будем ходить в бары, ну а если поддержать захотим великий и могучий, у нас для этого есть другие виды спорта. То есть, опять-таки, мы не оставляем без поддержки Спартак. Потому что Спартак это не только футбол. Безусловно, футбол у нас всех... Мы все здесь находимся благодаря футбольному клубу Спартак Москва. Но чем больше ты углубляешься в историю футбольного клуба Спартак, ты больше узнаешь про другие виды спорта под гиды, да, там, ромба. И тем больше ты начинаешь переживать другие виды спорта. Тем более, многие фанаты занимаются еще каким-то видами спорта смежными. Как-то, например, ты занимаешься реггией. Я слышал, да? Ну, например. Поэтому можно без проблем поддерживать другие виды спорта. Для этого есть футбол, который парни гоняют. В любительской лиге играют. Да, в любительской лиге. Есть тот же рентгейный клуб. Есть мини-футбол. Есть шайба прикроется. Очень будет печально. Возможно, в МХЛ не будет условно говоря. Если в МХЛ будет, есть молодежный Спартак. Действительно, есть куда сходить. Есть, я знаю, даже есть спортивный рок-н-ролл Спартак. Ребята, поэтому ходите. Есть американский футбол Спартак. Флорбольный Спартак, даже если я тебе скажу. Без проблем. Забивайте битком площадки и верните душу туда, где люди совершенно этого не ждут. Поэтому, я думаю, это отличная будет попытка людям узнать побольше по-другим виду спорта и немножко углубиться в историю всего общества. Да, что это действительно огромная семья. не только футбольная. Безусловно, футбол это глава и флагман ромба нашего, но в целом надо поддерживать везде ромб, где бы он ни был. Опять, я абсолютно понимаю, да, поддержка, вот вы же оставляете без поддержки футбольный клуб, но этот шаг дается нелегко, этот шаг делается для того, чтобы отстоять свои права. и я думаю, футболисты все отлично понимают, о чем идет речь, потому что не сделав радикального такого шага, мы ставим под сомнение свое, свое девиз один за всех, все за одного, когда кто-то кого-то начнет отшивать, а кто-то будет что-то получать. Мы же ради справедливости это делаем, а не ради того, что вот нам что-то не нравится. Ты должен идеально вести для того, чтобы мы тебе разрешили делать то-то, например, ходить на футбол. Ты должен быть идеальным человеком, а эту идеальность мы будем сами решать, кто-то будет там решать твою идеальность. То есть они хотят, мы же знаем, почему они идут, хотят вести социальные рейтинги, то есть по социальному рейтингу ты будешь оцениваться, насколько ты благонадежен для государства, насколько тебя можно допустить на футбол, насколько тебя можно допустить на улицу пойти, в автобус сесть. Это до безумия уже доходит. Мы получается в обмен на удобства цифровые мы отдаем свою свободу. И уже цифровые все методы они уже нами будут управлять. Мы этого не хотим. Мы хотим нормальные части жизни, чтобы цифровизация была для человека, а не против человека. Многие пишут уже в новостях, о том, что до верхнего уровня государства дошла информация о бойкоте. Хотя, по факту, он вступил в силу, у нас еще не было футбола, мы еще не видим какие-то проценты и так далее. Есть какой-то диалог или есть люди, которые хотят вступить с фанатами в диалог, чтобы урегулировать это уже сейчас? Ну, для кого не секрет, что уже много лет государство взаимодействует с фанатами только методом кнута. и по вопросам фанайди естественно только такими методами в преддверии всех заявлений были какие-то взаимодействия. Угрозы кнута, естественно, такие взаимодействия были, конечно, насколько мне известно. что должно произойти, чтобы мы, фанаты Спартака, вышли с заявлением о том, что бойкот окончен и возвращаемся на стадион. Ну, как в заявлении написано, в полной отмене закона и всех дублирующих его нововведений. Я так понимаю, что раз до самых верхних фейсов тема дошла, так скажем, есть возможность, что как-то мы действительно сможем своим бойкотом повлиять на что-то. Особенно, если сейчас другие движи подтянутся, если народ начнет в феврале, в марте, в апреле смотреть, что такое футбол без фанатов, возможно, клубы как-то подключатся к обсуждению этого вопроса, может быть, мы придем к тому, что к следующему сезону фан-айди отменят. Я очень на это рассчитываю и надеюсь, что к нам придут с диалогом и решением этой проблемы, потому что те, кто принимали закон, я опять говорю, они совсем не выкупают. Ну да, то есть, если мы сейчас начнем искать статы людей, которые говорили сверх маразма, то есть, это даже люди вообще не понимают, то есть, некоторые люди считают, что фанаты, наоборот, не ходят, и то есть, они вот бойкотируют из-за этого, то есть, сложно это комментировать, потому что там комментарии не нуждаются. Да, но я к тому, что еще раз говорю, что мы надеемся быть услышанным именно за счет этой радикальной меры. Если мы будем принимать полумеры, как давайте доходим до июня, то на нас плюнут просто и потихонечку все привыкнут, что, ну, этого, ребята, вы не ходите, и хрен с вами. А так, мы добровольно отказываемся в момент, когда еще можем ходить. Это мощно, это радикально, в данном случае для нас, также, также непросто, и я надеюсь, что действительно мы будем услышаны, и будет что-то, в общем, я надеюсь, что на что-то мы да повлияем, как бы это ни хотелось, кому-то там сверху. По поводу взаимоотношения с клубом в данной ситуации, может быть, известно тебе, какое мнение у клуба, понятно, что есть официальное мнение клуба, что это плохо, и так далее. Пытался ли клуб как-то связаться с фанатами, пытался ли клуб как-то связаться, наоборот, с структурами, которые принимали фанаты, как-то повлиять на это, пытался клуб в одну и в другую сторону? Вот детали, я не знаю, пытался ли клуб там как-то повлиять, но клуб в данной ситуации как-то такая структура подневольная, я ему что-то сказали, что он будет делать, да, но, конечно же, я лично был на встречах с руководством, где мы обсуждали тему фанайди, естественно, все единогласно против, потому что, во-первых, это за счет клубов делается, во-вторых, они прекрасно понимают, что упадет посещаемость, лишние барьеры это бьет по посещаемости, оно и так сейчас падает, даже те ограничения, которые допустимы сейчас, сколько-то, 10 тысяч, там, не было, их не набирается, да, люди не ходят, с тех пор, как ввели ограничения по диктуар-клодов, то есть люди перестали ходить, там, сейчас ведут еще фанайди, еще люди, то есть, ну, футбол будут ходить, и, очень ограничено, как бы, что где, если все будет, то есть, ну, опять же, вернемся к тому, где, делали тут какие-то попытки, то есть, диалог у нас есть, но, что конкретно тут делает, не могу себе постаровать. Друзья, огромное спасибо всем, кто досмотрел этот выпуск до конца, мы, дневник фаната, заявляем, что мы против фанайди, и мы поддерживаем полностью бойкот, мы уходим со стадиона, отказываемся от всех своих привилегий, от аккредитации, от бесплатных походов на матч, от всего остального, ради общего блага, ради общей идеи, ради общей цели, мы поддерживаем девиз один за всех, и все за одного, и поэтому всех призываем также отказаться от посещения матчей, на данный момент это очень сложная, мера для нас, мы на стадионе лично Сереге уже больше 15 лет, и сейчас, когда встал выбор между тем, либо пойти на поводу у навязанных тебе методов, либо держать общую позицию, мы, естественно, выбираем второе, и призываем к этому каждого из вас. фан-иди это совершенно не про безопасность, фан-иди это про новые ограничения для фанатов, в первую очередь для фанатов, а потом и для людей, которые далеки на самом деле от фанатизма, просто не все сейчас это понимают и принимают, мы надеемся, во-первых, что этот выпуск вам что-то дал и показал, а во-вторых, надеемся на вашу какую-то общественную позицию, что вы ее выскажете, и что вы поддержите это начало. Пишите в комментариях ваше мнение по поводу этой ситуации, поменялось ли оно у вас после просмотра данного ролика, и обязательно распространяйте этот видос, потому что мы хотим массам показать, для чего фанаты бойкотируют, против чего фанаты бойкотируют, и чего хотят фанаты этим бойкотом добиться. Поэтому мы надеемся, что бойкот ненадолго, потому что фан-иди отменит, мы снова вернемся на стадион, и мы снова будем показывать ту атмосферу, которую показывали раньше, и сейчас в конце видео небольшой ролик с того, как на стадионе круто. Мы все будем поэтому скучать, но я надеюсь, что мы скоро все с вами вернемся. Вперед, Спартак! Один за всех и все за одного! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok